Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Ростуризм продлил текущее окно продаж туристического кэшбэка до 31 августа. За время действия программы с прошлого года ей воспользовалось более 2 миллионов человек, которые купили туров и проживание на общую сумму около 35,5 миллиардов рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 7 миллиардов. Ростуризм запустил новый осенний этап программы. Условия прежние. Туристу на карту вернется 20% стоимости тура или проживания в максимуме 20 тысяч рублей. Поехать можно в любой регион с 1 октября по 24 декабря. В Тиберде по поручению мэра Карачаевского городского округа Альберта Доддаева ведутся подготовительные работы по асфальтированию проезжей части улиц города и устройству тротуаров. Альхан Лепшоков с подробностями. На этом участке улицы после дождей невозможно было пройти. И сегодня важно устранить данную проблему и создать для жителей комфортные условия. Сейчас строители устанавливают бордюры и убирают специальной техникой оставшуюся часть старого асфальта. В микрорайоне улица между первым и седьмым домом. Значит, будет здесь асфальтирование, два слоя этой улицы. Будут одновременно и тротуары, строятся тротуары, прокладывая. Ну и несколько, и две площадки, значит. Одна для машин, одна чистая для людей. Строители отмечают, что асфальт будет уложен в два слоя и тротуары установлены по современным стандартам. Раньше нам было сложно прогуливаться здесь, так как дорога нуждалась в ремонте. А сегодня мы видим, как обустраивается наша улица и это не может нас не радовать, говорят жители этого микрорайона Тиберды. Наличие тротуаров, особенно в этой проезжей части, это в первую очередь безопасность и удобство для людей. От радости мы каждое утро снимаем, друг друга отправляем, радуемся. Что даст вот такой тротуар для жителей? Комфорт? Конечно, комфорт. Молодежь в восторге. Вообще, мы все в восторге. Сколько лет живу, это первый раз. Спасибо нашему президенту, главе Бориспиевичу, конечно, в первую очередь. Наконец-то, наконец-то мы дождались. Очень приятно, вообще радость, вообще дальше некуда. Помимо данного участка улицы будет проводиться ремонт и установка тротуаров возле больницы по улице Лермонтова. Там также уже начались подготовительные работы и совсем скоро в этих улицах будет совершенно новый асфальт. Аль-Халим Шоков, Аль-Ибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Ну а сейчас мы отправляемся в наш самый известный туристический поселок. Чем он славится, что о нем говорят приезжие. А нашим путеводителем сегодня будет Александра Коваленко. Доброе утро, Саша. Где ты встречаешь это утро? Это солнечное утро мы встречаем на территории Тибердинского заповедника. И сейчас мы отправимся в курортный поселок Дамбай, рассматривая живописную природу Карачаева-Черкесии. Ну что, поехали. Наш маршрут «Мир заснеженных гор» кристально чистого воздуха по правую и левую сторону дороги сопровождают темнохвойный лес из вечно зеленых величественных елей и сосен. А также дубы, чинары, березы. Всю эту красоту, начиная с Тиберды до Дамбая, мы наблюдаем на протяжении 20 километров. Здесь, пожалуй, на каждом пятом километре дороги есть излюбленные места туристов, откуда можно совершить увлекательные путешествия. К примеру, на водопад Шумка, который берет начало у Чертова замка. Ответвленные тропы приведут к Муруджинским и Бадугским озерам. Свернув влево на 15-м километре, можно попасть на северный приют. Но сюда потом. Мы сейчас спешим в Дамбай. И вот уже открывается всем известная панорама вершин главного Кавказского хребта. Нас встречает гора Зубцу-Круджу. А над Дамбайской поляной, более чем 2000 метров над уровнем моря, возвышается визитная карточка курорта – гора Белолакая и Пик-Ине. Их знают все, даже туристы, приехавшие сюда впервые. «Злая пасть» – так переводится одно из излюбленных мест туристов – ущелье Аманаус. Такое название оно получило потому, что шумная река издает гул, который схож с рычанием дракона. Так говорят в народе. Склоны этого ущелья выглядят грозно и неподступно. Стекающая по ним талая вода ледников образует реку Аманаус. Особую красоту природе Дамбая придают многочисленные водопады, которые торопятся также соединиться с бурным потоком рек. Вода лечит даже визуально, уверены туристы, которые приходят на подвесной мост и могут до нескольких минут не сводить глаз бурлящей горной реки. Это местечко, которое смыкается высокими горами, посещают не только туристы из России, приезжают сюда и иностранцы. Путешествуя по Дамбаю с камерой, штативом и микрофоном в руках, наша съемочная группа вызвала неподдельный интерес у гостей из Франции. Как оказалось, мы коллеги. Лео работает оператором на телеканале «Франс-3» во Франции. С помощью переводчика мы охотно пообщались, используя профессиональные термины. Иностранцы похвастались обновками, приобретенными здесь, в Дамбай, на сувенирном рынке. Поделились охотно впечатлением об увиденном. В Дамбайе очень красиво. Я не ожидал увидеть, что здесь летом так красиво. Меня очень впечатлил вид сверху. Не скрывая эмоций, жительница Франции Нант рассказывает, что они побывали на Альбекском леднике, Чучхурских водопадах, поднялись на канатной дороге, откуда открывается все великолепие живописной природы Дамбая. Меня впечатлили пейзажи. Эта величественная природа сильно отличается от природы Франции. Мы насладились свежим воздухом и этой вкусной ледниковой водой. Отсюда мы увозим заряд необыкновенной энергии. К сожалению, наше время в эфире заканчивается. Здесь, в Дамбайе, есть еще много интересных мест, которые мы посетим в следующий раз. На обратном пути мы останавливаемся у хрустальной горной реки Муруджу, где по необъятным камням бушует совершенно прозрачная, сохраняющая на всем протяжении года низкую температуру талая вода. Да, отсюда можно увезти не только красивые фотографии. Для тех туристов, кто забыл приобрести сувениры в Дамбайе, местные жители подготовили разнообразное варенье. Шерстяные и пуховые изделия ручной вязки и ароматный горный чай. Природу Карачаева-Черкесии воспевают поэты. На холст переносят художники. Ну а путешественники, которые здесь побывали хотя бы раз, стремятся вернуться сюда вновь и вновь. На этом наше путешествие заканчивается. И я передаю слово своей соведущей. Вакцина от коронавируса способна создать устойчивый иммунитет COVID-19. Это единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Около 82 тысяч жителей Карачаева-Черкесии уже привились. Как видно из опроса, население и дальше планирует прививаться. В общем-то, положительно отношусь. Вообще-то, вакцинацию не делают во время пандемии. Никогда не делали. Но предлагают делать, заставляют. Но это на усмотрение каждого человека, как говорится. Мое тело, это инородное тело в мое тело. Кто-то не хочет. А вообще нужно делать вакцинацию. А вы сами вообще делали от коронавируса? Да. Как вы сейчас делали? Ну, нормально. Я не жалуюсь. Нормально. У меня возраст такой. Как говорится, в зону риска ходит. Ну, нормально. Все перенесла. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы. Но вакцинацию нужно делать. А вот у вас какие-то побочные кайфы вообще были? Нет. Нет. Я никогда не болела даже гриппом. Вот что. Поэтому я всем желаю здоровья. Но вакцинацию нужно делать. Я сделал вакцинацию, короче, с теми вместе. Четыре месяца у меня прошло. Все нормально. Вот какие-то побочные эффекты у вас были? Не было никаких эффектов. Первый, после первой вакцинации где-то пришел домой. Как раз родственник, когда умер, жена позвонила. Я приехал домой. Где-то вот через часа два глазок начало болеть. Прошло, просто все прошло. И температуры, ничего абсолютно не было. Второй раз, когда сделал спутник, вот здесь плечо часа два-три болело. Когда я делал руку. После этого уже месяца три никаких отборей нет. Положительно. А вот, не могли бы рассказать, вы сами делали вообще? Еще нет. Потому что переболела, у меня еще антитела. Я прививку сделала. Не могли бы вы это рассказать? А что рассказывать? Пошла в поликлинику, сделала, да и все. А состояние ваше как было? Да нормальное. Ничего, не болело у меня, ничего. Ну я, например, посмотрела, у меня подруга переболела корону. И волосы вылезли, и зубы там, и то, и все. Думаю, зачем мне это надо? Я пошла и сделала. Так что надо делать. Надо обязательно. Потому что, мало ли, не знаешь, с кем ходишь. И в магазины, и везде общаешься. Поэтому. Жалко, сейчас молодежь стала болеть. Сильнее. Мы старые все равно хоть чуть-чуть придерживаемся. Магазин я масочку одеваю. Там, где людно, я масочку, там перчаточки, все. А молодежь не придерживается. Ну, я думаю, все-таки нужно вакцинацию делать. Потому что уже второй год, и иммунная система у всех разная. Но при этом, мне кажется, нужно все-таки обследование пройти, и только тогда делать вакцинацию. А вы сами делали или ходили? Еще нет. Я просто недавно переболела. Я нормально отношусь. Главное, чтобы все были здоровы, и все было нормально. Вообще кто-то делал в семье? Ну, пока собираемся только делать. Полгода назад Федерацию каратэ Карачаева-Черкесии возглавил молодой, перспективный руководитель Аслан Айбазов. Какие изменения произошли в Федерации за это время? В каких серьезных соревнованиях наши спортсмены приняли участие? И как наша Федерация собирается стать центром всероссийского турнира? Об этом в эти минуты в нашей студии расскажет Аслан моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Аслан. Доброе утро. Рада тебя видеть сегодня у нас в гостях. И сегодня у нас есть повод с тобой встретиться. Сегодня ровно полгода, как ты стал президентом Федерации каратэ Карачаева-Черкесии. Да, все верно. Что случилось за эти полгода? Что изменилось? Чем живет Федерация? Есть ли у тебя уже какие-то результаты? Чем ты можешь похвастаться? Ну, можем сказать так, что мы эти полгода провели очень активно. Особенно на фоне того, что 2020 год был закрыт с пандемией. Мы очень активно начали. Буквально, можно сказать, с января месяца. У нас были сборы соревнования, сборы соревнования и очень неплохие результаты. Ну, если говорить о результатах. Вот совершенно недавно у вас был уникальный случай. Я говорю о всех братьях Айбазовых, которые втроем выиграли какие-то соревнования. Расскажи об этом. Буквально с 1 по 5 число в Махачкале, это Дагестан, проходили всероссийские соревнования и чемпионат СКФО. Это отбор на чемпионат России. Наши, можно сказать, уже как бы конкретно лучшие каратисты на данный момент во взрослой группе, это братья Айбазовы. Их 4 брата. Младшенький из них, он еще маленький, но тоже уже дает результаты. Вот эти наши братья поехали и эти соревнования выиграли. Особенно интересно было, когда Марат и Азамат, это старший брат и младший брат, они вышли в финал в одной весовой категории. Надеюсь, не против друг друга? Против друг друга, потому что они всех соперников выходили из двух разных групп. Я даже предположить этого не могла. Да, так бывает. В финале они по-товарищески, скажем так, отработали. У нас не бывает такого, что ты выходишь и против тебя брат, сестра, родственник, кто угодно. Перед тобой соперник. И нужно работать. Вот если говорить про каратэ в целом, в Карачао-Чешкесе, ну, не для тебя, не для меня, не для кого не секрет, что у нас регион кавказский такой, где развита очень борьба, бокс, ну, бои без правил. Каратэ как-то, может, я чего-то не знаю, немножко... Ну, тут бы я вам сказал как раз так, Белла. Вы чуть-чуть чего-то не знаете, скорее всего. Потому что уже на протяжении 10-15 последних лет каратэ приносит в копилку нашей сборной, Карачао-Черкесии, очень много медалей. И был временной отрезок, где мы приносили больше всех медалей. Поэтому каратэ нельзя... Сбрасывать. Да, задвигать. Да, не спорю. Борьба это, ну, как-то мы с детства все боремся. Мы горцы, у нас борьба развита, и не только у нас, а на всем Кавказе. Но, тем не менее, другие виды спорта, каратэ, тоже тэквондо, там, и так далее, они догоняют. Тот же, допустим, те же бои без правил, если взять, буквально 10 лет назад, ну, они были не так развиты, как сейчас. Да, это правда. Потому что государство вкладывается в спорт, какие-то виды спорта, они развиваются быстрее, какие-то медленнее. Ну, в целом, в целом, нельзя сказать, что один вид преобладает там другим. Ну, каратэ – это восточное единоборство. Вот смотри, восточное единоборство, они, мне кажется, больше даже связаны как-то с философией. Вот у вас есть какие-то там, ну, свои, как бы сказать, такие традиции? Конечно. Ну, каратэ… Ритуалы. Да, каратэ – это, можно сказать, не вид спорта, это образ жизни. То есть человек, когда приходят в основном, к нам приходят дети с 6-7 лет, вот они уже начинают впитывать себя именно, в первую очередь, в воспитании. То есть мы стараемся их воспитать так, чтобы они не относились к каратэ как к виду спорта, обладая которым они могут причинить кому-то вред. На улице, например. Кому-то слабому и так далее. Потому что мы же часто видим, что человек, который более сильней, может применить какие-то физические воздействия на того, кто более слабее. Вот поэтому мы с детства их учим тому, что для начала ты должен быть человеком, то есть расти духовно. И только потом уже спортивные результаты. Ну, я думаю, что это в любом виде спорта так. Но все-таки восточные единоборства, они как-то больше замешаны на философию. Конечно. Так же? Да, 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 все верно. Аслан, если ты разрешишь, я открою немножко ваш секрет, связанный с вашими планами, с планами федерации. Я слышала, что вы хотите у нас в Карачао-Чешкесии провести всероссийские соревнования, чтобы все регионы приехали к нам в республику и были соревнования по каратэ. Да, совершенно верно. Мы с помощью Министерства спорта хотим сделать на территории Карачао-Черкесии ежегодные два... А, то есть это будет традиционно даже? Да, совершенно верно. Если у нас все получится, я уверен, что у нас все получится, мы будем проводить два соревнования в год, ежегодно, всероссийские соревнования на территории Карачао-Черкесии. Куда будет съезжаться вся страна? Вот, мы продвинулись в этом вопросе, у нас остались кое-какие бюрократические моменты, ну и, соответственно, по правилам нужны определенные даты, по которым нужно подписать определенные документы и передать это в Федерацию Каратэ России. В 2021 году это уже будет? Мы очень на это надеемся, чтобы в 2021 году, с 2021 года у нас ежегодно проходило как минимум два соревнования. Они были в масштабах страны, чтобы все спортсмены, лучшие спортсмены, лучшие тренера, тренера сборной России приезжали к нам, видели наших детей. Это для популяризации любого вида спорта на территории Карачао-Черкесии, в частности, каратэ. Поэтому, я думаю, это очень большое, хорошее событие. Нужное дело. Да. Я искренне вам этого желаю и желаю тебе успехов на твоем новом поприще. Спасибо. И новых чемпионов. Спасибо тебе. Спасибо. Чем можно разбавить летние деньги? Конечно же, походом в кинотеатр. Для любителей большого экрана наш обозреватель Альбина Кураченова-Кенжева подготовила подборку кино-премьер. Доброе утро, Альбина. Доброе утро, Лена. Доброе утро, телезрители. Сегодня я расскажу, какие новинки подготовил кинематограф для зрителей. Доброе утро, Лена. Для любителей детективного и драматического жанра стартовала картина «Время». Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет. А вся жизнь теперь один день. Для взрослых и юных зрителей приключенческий мультфильм в стиле фэнтези. Золушка и заколдованный принц. С помощью феи Кристалл, Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна. Настоящий принц был превращен в мышь злой ведьмы. А тот, кто возглавляет бал, самозванец. Победят ли силы добра, вы узнаете, посетив премьеру. Для самых маленьких вышел новый блок мультфкино. В выпуске Кеша и Саня построят кукольный домик. Катя и Эфа отправятся в Польшу. Кошечки и собачки отпразднуют два дня рождения в один день. Лео и Тик познакомятся с духом цветов. А сказочный патруль будет искать вора. А на нашем канале продолжается вечерний сериал «Отражение звезды». Желаю приятного просмотра. Всего доброго. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи.